Среди прошлогодних разносолов маленький островок свежего урожая. Редис, лук, зелень Татьяна Аликанкина привезла из Верхнеблаговещенского. Все выращивают в теплице в основном для себя. На продажу идет то, что не успевают съесть дома. Мы ее едим со страшной силой, что-то мы ее пробовали. Рвем до нас, мы всегда на мыле доедим, при кусочку и так. Ты знаешь, что они шибко радуют. Или семена такие, во-первых, перепадывают температуры были, теплицу прозевали, жара была. Тут на рынке была, пока жара была много, погорела. Пучок редиса стоит минимум 50 рублей. Лук можно купить за 20. Со сбытом у мелких торговцев проблем нет. Почти у каждого продавца свое насиженное годами место. В Благовещенске больше 10 зон торговли сельхозпродукцией. Рынок Колосок, ВДНХ и ряд других. А уже в этом году в городе появится настоящая казачья фермерская ярмарка. В этом году у нас будет открываться новая торговая зона в районе Чайковска, 175 дробь 1 и по старому Новотроицкому шоссе. Там будут прилавки торговли с автомашин, торговли с лотков. Овощеводы покрупнее, свои обороты, напротив, сбавляют. Например, хозяйство Алика Хагбертиева за 4 года производство овощей уменьшило почти в 10 раз. И дело не в том, что амурские огурцы и помидоры не пользуются спросом. Они просто не выдерживают конкуренции с иностранным овощем. У нас амурскую продукцию очень даже берут, хорошо берут. Но цена вопроса, понимаете, у нас дороже выходит. А китайская продукция дешевая. Всегда берут дешевые продукции. Во время массовой уборки вывозим на базу «Дружба» и там продаем. И даже там продавать мы не можем, потому что там всегда заполонили китайские машины. Как поддержать амурских производителей и увеличить их долю на прилавках, обсуждали сегодня в амурском правительстве. Одна из торговых сетей говорит, мне нужны, у меня претензии к местным производителям. Не помыто, не расфасовано, качество хуже, чем у китайцев. И рекламации не берутся. Все это делается, допустим, китайскими поставщиками. То есть торговые сети, конечно, нужно, что выгодно. Поэтому мы должны еще собрать с торговых сетей все их требования по качеству и цене и довести требования до производителей. А потом подтягивать наших производителей с помощью господдержки до этих требований. То есть только экономически можно действовать. Проблема, с которой сталкиваются амурские фермеры – урожай негде хранить. Старые помещения не приспособлены для длительного хранения. А из новых – только одно картофелехранилище в Градеково. Области нужно еще 10. Правительство готово поддержать любые инициативы фермеров в этом направлении. Ожидается, что уже в этом году на эти цели появится целевое субсидирование. Пока же больше половины овощей поставляется к нам из Китая. Наталья Шепелева, Василий Пронькин, Альфа-Новости.